Пар коромыслом популярность кальяна в России резко выросла. Россияне стали активнее курить кальян. Импорт сырья для него по итогам 2018 года увеличился почти в полтора раза до 11 тысяч. Т. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра при правительстве, с которыми ознакомились известия. Рост поставок произошел в первую очередь за счет ароматизированных смесей, не содержащих табак. Их курение в ресторанах сегодня не запрещено, и они не облагаются акцизом. Фруктовые смеси позиционируются как более легкие, что привлекает молодежь, отмечают эксперты, но они все равно вредны для здоровья, а сами кальяны в заведениях общепита могут быть источниками инфекционных заболеваний. Опасный аромат. По итогам 2018 года импорт сырья для кальянов речи о специальном табаке и ароматизированных смесях вырос на 40%, до 11 тысяч. Т. По сравнению с 2017 годом, следует из данных аналитического центра при правительстве, с которыми ознакомились известия. Кальяны не выкурили и запщепитамин сельхоз подготовил отрицательный отзыв на проект о запрете кальянов в кафе, как пояснил представитель центра. В структуре импорта лидируют ароматизированные кальяны и смеси, которые не содержат табака. Их доля выросла с 35% в 2016 году до 53%, 5,8 тысячи т. в 2018 году за счет увеличения поставок из Италии, Германии, Франции и Южной Кореи. Для российского рынка в последние годы характерно увеличение потребления продукции без табака. Это касается не только фруктовых кальянных смесей, но и жидкостей для электронных сигарет, отметил представитель аналитического центра. Этому способствует конкуренция в общепите, а также возможность курения в ресторанах и кальянах. Положение антитабачного закона о запрете курения табака в заведениях общепита вступили в силу в 2014 году. Одним из факторов, способствующих росту импорта ароматизированных кальянных смесей в 2018 году, было проведение в России чемпионата мира по футболу, оказавшего влияние на все сегменты индустрии общепита. Не задал года турнира импорт кальянных смесей резко вырос. В марте-майе 2018 года он превысил аналогичные показатели прошлого года в 2,5-3 раза. На кальянный табак действует акциз с 2019 года. Ставка составляет 3,05 тысячи рублей за 1 килограмм. Смеси, не содержащие табак, не стали под акцизным товаром, хотя законопроект о том, чтобы обложить их сбором, в прошлом году доходил до третьего чтения. Но в итоге предложение об акцизе в 457 рублей за 1 килограмм кальянной смеси было изъято из документа. Фруктовые кальянные смеси позиционируются как более легкие, что привлекает молодых потребителей, отметили в аналитическом центре при правительстве. Но, по мнению исполнительного директора Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктора Зыкова, курение кальяна вредно независимо от состава вдыхаемой смеси. Причем как для самого пользователя, так и для окружающих его людей. Тем более это пагубно, если в составе такой смеси оказывается табак, сказал известным эксперт. Использование кальяна также может привести к инфекционным заболеваниям. Исследования показали, что в курительных трубках, жидкости, через которые проходит дым, могут быть обнаружены стафилококи, кишечная палочка и вирусы гепатита. Табак возвращается. Объем импорта кальяного табака вырос в 2018 году на 32,6%. Без табачной смеси не учитывались, рассказали известиям в пресс-службе Минсельхоза. Однако он все еще остается почти в 4 раза ниже уровня 2014 года. Тогда, по данным экспертов, были резко сокращены закупки продукции из-за увеличения ее стоимости на фоне роста курса доллара. Сейчас рост объема импорта в Минсельхозе связывают с более активным потреблением этой продукции. В Госдуме кальяны назвали дудкой дьявола и призвали запретить их. Обращаем внимание, что табак для кальяна не используется в целях переработки. Таким образом, изменения в спросе на него связаны именно с потребительскими предпочтениями, подчеркнули в Минсельхозе. Рост у импорта способствует и существенное снижение цен на высококачественный американский кальянный табак минус 34,9 тысячи долларов. За тонну в 2017 году до 22,9 тысячи долларов. За тонну в 2018. По сравнению с 2017 годом поставки кальянного табака из США в прошлом году выросли в 4 раза, отметили в Министерстве сельского хозяйства. В пресс-службе Минздрава на запрос известный не ответили. Рост импорта кальянного табака происходит в том числе и из-за постепенной легализации этого рынка. Этому способствуют проверки регуляторов, например, Распотребнадзора, пояснила известием президент кальянного союза Анастасия Закатова. Но черный рынок все еще составляет около 80% речи о безакцизном обороте табака, который в четверо дешевле легального. В России также производится сырье для курения кальяна, отметила Анастасия Закатова. Но точное соотношение объема импортной и отечественной продукции назвать сложно как раз по причине того, что рынок в стране в большей степени нелегальный.